Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами очень интересный вариант ручек. Как вы все знаете, мою нелюбовь к маникюрам, ко всяким разным обработкам кутикулы, ко мне пришла клиентка вот с такой вот проблемой. Она сама себе ногти ковыряет. Ну, вернее, не ногти, а кожу вокруг ногтей. Как только у нее нет нарощенных ноготочков, своими натуральными она расковыривает вот все, что только можно расковырять, до чего можно добраться, то она расковыривает в фаршик. И, соответственно, на таких руках работать очень и очень сложно. В чем же сложность? Ну вот представьте, вы же знаете, что пилить я буду в любом случае. И пилить по таким ручкам становится довольно-таки проблематично, потому что у нас там открытые ранки. Соответственно, момент с опилом нам нужно свести на нет практически на минимум. Плюс к этому наша работа осложнена тем, что ноготочки у нас вверх растущие, их нужно повернуть вниз. Плюс у нас довольно-таки активные боковые валики. В общем, все эти нюансы в работе с этими руками нам нужно учесть и сделать ноготочки, которые будут смотреться хорошо на этих руках. В общем, как обычно, подставляем форму. В данном случае форму подставляем под работу акрилатиком. Почему акрилатик? Потому что именно этот материал позволит таки свести к минимуму наш опил в районе кутикулы. В данном случае я решила моделировать акрилатиком в два этапа. Сначала сделать подложку, а потом уже на готовую подложку сделать полный объем материала. Опять же, для того, чтобы выкладка была максимально чистая. Ну и как обычно, обязательно акрилатик мы поджимаем где-то на десятой секунде полимеризации, для того, чтобы создать арочку на наших ноготках и для того, чтобы поджать боковые вросты нашего ногтя, зажать их в материале, чтобы они потом у нас нигде не повыпиливались. Основной черновой опил производим фрезером, снимаем весь основной материал. Пилочкой нам останется сделать буквально-таки пару движений. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее мы зашлифовали кожу вокруг ногтей. Шлифовка заняла у меня больше полутора часов, поэтому это был самый сложный для меня случай. Очень мне было сложно работать с этими руками, но тем не менее, максимально на что я была способна, я из этих рук все-таки вытянула. Ну и мы переходим непосредственно к дизайну. В данном случае у нас клиентка выбрала для себя черный френч рисованный, который мы рисуем изначально скошенной кисточкой, а потом тоненькой кисточкой я подвожу линию улыбочки. На самом деле я бы этого не делала. Я бы просто скошенной кистью нарисовала бы френч, но моя скошенная кисть уже распушилась. Она, к сожалению, уже не дает идеально ровной красивой линии улыбки, поэтому приходится ее подводить тоненькой кисточкой. Ну и в данном случае, как вы видите на остальных пальчиках, остались небольшие белые разводы на акрилатике. Это как раз таки потому, что я поздно их поджала. Но в данном случае все эти разводы у нас спрячутся по длине улыбки. Это видно только на цвете. Никакой роли на носибельность ногтей они не повлияют, поэтому не переживаем, оставляем. Главное, что мы потом это все визуально спрячем. Безымянные пальчики покрываем цветом и будем делать на них дизайн. В данном случае в качестве дизайна клиентка захотела лепку. Мы готовим для себя подмалевки под наши будущие цветы. В данном случае у нас будут розы. Под розы мы делаем просто кружочки красного цвета. Далее мы сделаем золотые листики при помощи литья пигментами. Перекроем все это финишным покрытием. И потом уже на поверхности разлепим розочки. Как вы знаете, для того, чтобы сделать литье пигментами, нам необходимо поверхность перекрыть финишем и его забафить. Матовый финиш в данном случае не подойдет, потому что пигмент в него вотрется. Нам нужно именно пробафленный глянцевый топ. Потому что только в таком случае пигмент вотрется в нужные нам места, а во все остальные места втираться, соответственно, не будет. Опять же, если вы обафили ноготочек и потом протерли его обезжиривателем, то скорее всего в обезжириватель тоже что-то лишнее может втереться. Поэтому просто струшиваем пыль при помощи щеточки и рисуем те элементы, которые у нас будут под литье. Далее, как я и говорила, перекрыли финишем наши ноготочки и переходим непосредственно к лепке. В данном случае лепить будем гелем пластилин. Поэтому берем шарики материала, очень тоненько располагаем их в районе подмалевков наших розочек. То есть вот у нас есть кружочек под розочку подмалеванный, это и будет полностью роза. Значит, мы наш пластилин располагаем именно по этой заготовленной окружности. И, собственно говоря, все, что нам останется, это порезать наш кружочек на лепесточки и потом каждый лепесточек разлепить кисточкой. Как я уже не раз говорила, лепка пластилином зависит от качества облизывания материала. Чем конкретнее, чем красивее, чем точнее вы оближете каждый лепесточек кистью, тем красивее, тоньше и звенящее получится ваш цветок. Собственно говоря, у меня есть онлайн-курс по лепке гелем пластилин. Если кого-то интересует, ссылочка будет в описании. Еще, внимание, нюанс. Облизываем мы той кисточкой, которая не боится обезжиривателя. В данном случае это кисточка колонковая. Ссылочку на нее тоже ищите в описании. На самом деле у меня был прямой эфир по кистям, по виду кистей, по уходу за кистями. Поэтому посмотрите, если вдруг кто-то не видел эфир старенький, поищите на канале, вы обязательно его найдете. Основная масса зрителей моего канала этот эфир видела, поэтому ссылку оставлять не буду. Ну а жидкость, налитая у меня в стаканчике, это альфа-септин. Это антисептик кожный. Он отлично справляется с помощью мне в разглаживании пластилина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, собственно говоря, такие ручки у нас получились. Я понимаю, что это не волшебство. Я понимаю, что здесь еще работать очень много. Главное вылечить кожу клиентки и не дать ей расколупывать ее дальше. Но я думаю, мы с этим справимся вместе, вдвоем и все будет хорошо. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!